На сайте Белл-24 мы также продолжаем этот эксперимент. Буквально недавно, на прошлой неделе, мы протестировали первую инфографику. Она достаточно простая, это Ява Скрипт, это карта Ростовской области, на которой нанесены определенные данные. Это аналитика по детским годам, где больше денег не хватает. Что получает юзер? Пользователь получает достаточно наглядную картинку, чего не хватает в регионе, на каких территориях ситуация обстоит лучше или сложнее. Зачем это нужно? Читатель достаточно присыщен, нет, даже не присыщен, читателю уже много текстов. Лень читать. Из-за дефицита времени, из-за нехватки времени читатель остается подиагонами пролистать информацию, пролистать страницу. И все, если она что-то не зацепила, то начинается отказ от страницы. Что мы делаем? Мы снабжаем материалы большим количеством этой инфографики. Вот пока мы только начали тестировать. Посмотрим, что будет дальше. Параллельно мы работаем над второй версией сайта Дом-24 и над новой версией сайта Молота. До конца года она должна быть заключена. Мы работаем над этим, она будет совершенно иной. Совершенно другая архитектура, там будет самописная админка. Она предоставит тебе больше возможностей. Другая ситуация, в которой мы принимаем во внимание, пользователи уходят в соцсети. Точнее, самая большая актура в Рунете – это пользователи соцсетей. Более того, самое популярное сообщество практически выполняет функцию СМИ и рассказывает о картине дня, подставляет картине дня нашим читателям. И у них нет собственных сайтов, нет сопутствующих расходов, зато есть все, что нужно. Аудитория, есть бюджет, есть реклама. Поэтому мы видим будущее в том, чтобы более активно заходить в соцсети. Кроме того, в последнее время возрос спрос на видеоконтент. Мы и этот аспект принимаем во внимание. В этом году мы открыли пресс-площадку нашего информагентства «Полуэйвиза» в пресс-центре с возможностью ввести прямые трансляции. В день выборов 13 сентября мы ввели прямые трансляции из нашего пресс-центра, как на сайт «Молота», так и на сайт «24». В первом эфире можно было отслеживать, нужно было следить за тем, что происходит у нас в пресс-центре, слушать наших гостей. Вообще этот тренд не только в России, он охватывает весь мировой интернет. На Западе уже поставили данных на поток и пытаются зарабатывать на видеоконтенте традиционные СМИ. В том числе «Нью-Йорк Таймс» упустили видеопрограмму «For Work». Они пока только наращивают свою аудиторию, мы сможем с видеть, что получится из этого и будем отключиться на чужих ошибках. Что касается аудитории, я уже начала говорить о том, что мы пытаемся разводить аудиторию «Дон-24» и «Сайт «Молота». Пока они достаточно слабо пересекаются, это разные аудитории, и мы ставим на область. Дело в том, что, конечно, у нас хорошо развиты в регионе региональные областные онлайн-платформы. Они есть, они развиваются, но, мне кажется, вовлеченность региональных пользователей еще достаточно низкая. И вот как раз над вовлеченностью, в том числе через соцсети, мы и работаем. Такова наша стратегия до конца года. Продолжение следует...